С любовью к родному городу объединение художников колорит приглашает на девятую ежегодную выставку своих работ, открывшуюся в городском фотоклубе. В этом году из 170 участников Творческого Союза художественные наработки показали только 10. Обычные их работы можно увидеть зимой и летом на главном Запорожском вернисаже, площади Маяковского. Поэтому экспозицию в выставочном зале Союза фотохудожников начинают с небольшого экскурса в историю этого места встречи гуляний. Создавали как театральную площадь, потом поставили ракету и назвали в честь космонавтов. И только с появлением фонтана здесь стали собираться художники, превратив площадь Маяковского в культурную достопримечательность. Именно здесь творят и выставляются колоритовцы, только раз в году, изменяя привычному месту, на выставке с любовью к родному городу. Все, что показано, все, что написано, это написано в нашем городе Запорожье. И каждый художник, как житель города, вот таким образом показывает свою любовь. Станислав Науменко известен как мастер-портретист. Уже 20 лет возглавляет Вольнянскую школу искусств. Сейчас готовит первую персоналку в Запорожье, поэтому на выставку принес работ мало. Преимущественно натюрморт. В этом году немножко позанимался цветами. Моя задача была немножко изменить колористику, повысить активность цвета, повысить чувствительность, эмоциональную декоративность. Вот такого вот плана. Светлана Ворончихина показывает предчувствие весны. Для полноты ощущений использовала графику и акварель. Гуаши, тушь, ветка сакуры, девушка волна и, конечно, цветы. Это весна Светланы. Я очень люблю период цветения деревьев. Очень люблю весну, мое любимое время года. И люблю наш город весной. Он оживает после зимней спячки и радует. Букеты из цветовых бабочек – это витражная роспись на стекле. Елена Саурина занимается этим четвертый год. Так называемую технику перетекания для росписи придумала сама. Это когда краска из одного цвета перетекает в другую. Она дает неожиданное очень сочетание, скажем, непредсказуемое. И потом их нужно обязательно как-то еще обыграть. Это очень похоже на пятнографию. «Есенинская осень» – стихи по периметру картины. Прочитав их, работу можно понять лучше, уверен автор Игорь Сокольский. Дебютант девятой выставки «Колорита» пришел в живописи с графики. Стиль, говорит, оттачивал на книжных иллюстрациях. В своем творчестве сочетает символизм и сюрреализм. Каждый предмет представляет собой символ. И на каких-то стыковках этих символов создается история. Желание вырезать из дерева икону пришло к Юрию Сидоренко спонтанно. Первой была «Казанская Богородица». Сюжеты берет с церковных иконок. Старается не повторяться. Даже если опять изображает того же святого, обязательно с новым эскизом. Клич души. Я отдыхал, когда делал. Я не знаю, там, на автопилоте. То есть чисто масса удовольствия от выполнения. Городские пейзажи Ольги Харяковой – натюрморты Николая Шиверского. Картины из кожи Павла Клебутского. И спустя почти 20 лет с момента создания в «Колорите» уверены, есть чем порадовать зрителей. Продолжение следует...